Здравствуйте дорогие друзья и коллеги! С вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер. И сегодня начинается новая серия в том большом курсе, который мы с вами ведем о предметной фотографии. Вы помните, что у нас первый курс назывался предметная фотография, это легко. Второй курс это импульсный свет и третий курс это ювелирные изделия, фотография ювелирных изделий. Ну ювелирных изделий это громко сказано наверно, потому что в основном мы будем заниматься бижутерией и иногда будем снимать такие вещи, которые мне будут приносить, как вот сейчас я все покажу поближе. Но вначале мне бы хотелось начать со следующим. Дорогие мои друзья, домашнее задание, я считаю, вы успешно провалили. Четвертое. Я не знаю в чем причина. Или тема показалась неинтересная, но вроде лето, пиво. Или же по принципу ура, училка заболела, убежала в стимпанк, а мы теперь отдохнем. Тоже может быть. Или действительно лето было прекрасным и заниматься домашними заданиями было лень, а просто потреблять этот продукт было гораздо веселее, чем его снимать. Не знаю. Но те 9 работ, которые я увидел, в принципе мне очень понравились. Очень понравились. Молодцы ребята, те 9 человек, которые все-таки откликнулись, сняли хорошо, сняли профессионально. Я доволен. Спасибо вам. Итак, сегодня у нас с вами вводная лекция. Давайте мы сейчас подъедем поближе, чтобы вы меня видели поближе и то, что я вам буду показывать. В отличие от вас, дорогие мои лентиюги, я занимался действительно стимпанком и изготавливал вот такие вещи. Это подставка для часов в стиле стимпанк. Это картина с жуками, носорогами, вооруженными до зубов. И вот последняя моя работа, которую я сделал для конкурса Nikon. Такая раскладушка иконостасик сделана тоже в стиле стимпанка с разными дверцами потайными, в которых находятся ценные шкатулочки с любимыми брошками. Так как эта концепция была под семейную пару рассчитана, то у женской ее половины имеется набор парфюмерии и сзади зеркальца, чтобы приводить себя в порядок перед выходом в эфир. Это камера работающая, это скайп настроенная камера с подсветками, со всеми делами. То есть я был очень прилежен не столько в фотографии, сколько в стимпанке. Но, тем не менее, это такое небольшое отступление. Вы знаете, что у нас, в общем-то, не натаскивание на уроках новичков или что. У нас блог, поэтому в этом блоге я могу себе иногда немножко рассказать о себе, о том, чем я занимаюсь. Но сегодняшняя наша водная как раз не обо мне, а о нас. То есть, что планируется? Планируется создать 12 видео, в которых речь идет в основном о бижутерии. Потому что, несмотря на то, что у меня есть, вот сейчас мне принесли предметы довольно-таки дорогие. Вот это полторы тысячи штучка стоит, вот это вот 320, потом, я не знаю, камешки какие-то интересные, называется празиолит, празиолит, 525 евро для девушек. И довольно-таки дорогая цепочка, тоже с какими-то очень хорошими камушками, ювелир мне не сказал, наверное, секрет. 670 евро. То есть, к этому мы с вами подойдем, скорее всего, в самом конце нашего курса. А начнем мы, конечно, с простых вещей, таких как брошки, сережки. А давайте посмотрим вообще, что у нас есть. У меня есть такой чемандальчик, делал у меня, вот он. Штрафной чемоданчик, я его называю. То есть, этот чемодан содержит в себе бижутерию или же серебряные изделия, тоже в очень большом количестве. Штрафной он, потому что вот серебряные крестики, если их видно, я думаю, что видно. Есть различные грубые поделки с Таиланда, потом различные браслеты. Сейчас я покажу поближе. Давайте глянем. Я сейчас разложу и примерно остановлюсь и примерно все вам покажу. Для нашего курса я подобрал предметы бижутерии, ювелирки, те, которые наиболее часто встречаются. Это перстни, кольца, браслеты, жемчуг, крестики, биц. О них отдельно. Потом цепочки с камнями Сваровского, кристаллы циркония, различные браслеты. И даже вот такие огромные формы из Таиланда, с которыми вам тоже, скорее всего, рано или поздно придется столкнуться. Также будем учиться снимать вот такое колечко. Это колечко называется смерть предметчика. То есть, практически снять его красиво, грамотно удается далеко не всем и не всегда. Я не исключение. Поэтому это мы будем снимать уже, наверное, в конце. Так. Начнем, конечно, вот с таких простеньких изделий сначала. Итак, это только малая часть того, что мы можем использовать. Потому что в штрафном чемоданчике находится очень много подобных предметов. А я не объяснил, почему он штрафной. Потому что, вы знаете, я как-то об этом говорил, что я не люблю судиться, я не люблю тратить свое время на адвокатов, на защиту каких-то авторских прав или защиту договора. Кстати, о договоре вы спрашивали, пишу ли я договор. Нет, я не пишу договора, потому что в Германии существует такое правило, что сказанное является уже договором, то есть устно сказанное. А здесь находятся вещи, которые, скажем так, мои заказчики нарушили договор, или не оплатили мою работу, или оплатили не так, как мы договаривались. Поэтому я просто-напросто задерживаю, арестовываю эти предметы, и они у меня вот здесь хранятся. Я их не продаю, ничего, но при этом конфликт или разрешается на добровольной основе, или эти вещи остаются у меня навсегда. Для нас это только преимущество, мы будем выбирать из этого чемодана сколько угодно, предметов каких угодно, это хорошо. К этим, как я сказал, мы вернемся в самом конце, когда пойдет золото. Я скажу вам так, что этот курс, хоть он и для очень продвинутых фотографов, то есть это уже второй, вернее третий курс, когда мы прошли предметная фотография, это очень легко, потом импульсный свет мы прошли, и теперь мы идем уже на высшую ступеньку, но в этой ступеньке есть еще подступеньки, скажем так, да, и мы с вами встанем на первую. Не ждите в этом видео алмазов, огромных каратов, колье, драгоценности по 250 тысяч евро или уэро, как это правильно сказать. Их просто не будет. Для этого нужны специалисты высочайшего класса, к которым я себя не отношу. У меня есть хорошие знакомые, с которыми самые лучшие, скажем так, предметчики, ювелиры Москвы, с которыми мы в очень хороших отношениях переписываемся. Но вы помните это правило, что никогда не спрашивайте предметчика, как он это сделал. Мы своим видео как бы разрушаем этот стереотип, и наша цель, в общем-то, не создать одиночек гениев, которые будут делать великолепные вещи, но никогда никому об этом не расскажут. Нет, цель нашего видео немножко другая. Цель нашего видео создать как бы предпосылки к тому, чтобы в России выросла когорта хороших, добротных предметчиков, причем совершенно с другими установками, которые вы могли с друг другом делиться, понимая при этом, что обогащает не только других, но и себя. Вот это цель нашего третьего видео. И поэтому наше домашнее задание и сам процесс видео будет несколько иначе выглядеть, чем прежний. Во-первых, мы сделаем так, что каждое видео будет нести в себе фотографию бижутерии, ювелирки на белом и на черном фоне, потому что это основные цвета фотографирования, ювелирной фотографии. Я скажу сразу, на черном фоне выглядит эффект некрасивее, но если вы снимаете бижутерию, и требования Amazon, допустим, да, что снимает на белом фоне, допустим, Amazon Common запрещает даже тени. Дурость, конечно, дурость абсолютная, но серебро на белом, это, конечно, ужасно. И поэтому будем делать с вами и то, и другое. Теперь, тем самым видео будет довольно-таки длительным. Я сразу предупреждаю, но предметка любит терпеливых. Торопыги могут идти снимать, я не знаю, велосипедные гонки, допустим. Может быть, им там больше нравится, и, скорее всего, есть люди, которые любят это дело. А мы с вами предметчики, и поэтому должны иметь терпение. Поэтому видео будет, я скажу так, я планирую где-то 30-40 минут. Готовьтесь к этому. Это раз. Чтобы не было для вас этого удивительного. Второе. Обязательно к каждому видео будет обработка. То есть я заведу отдельный обработка бижутерии и ювелирных изделий в фотошопе. Это будет отдельно, потому что тогда, если я их-то объединю, это будет очень-очень-очень. Даже самые терпеливые, наверное, не выдержат. Так. Теперь. Следующее. Каждое наше видео, я планирую их 12. Мы так обговорили, что 12 хороших видео, где по два вида с черным и белым. Довольно-таки уже объемный материал. И после каждого видео я буду просить вас о том, чтобы вы повторили это своими средствами. То есть сейчас, в этом курсе, уже, скажем так, не будет вам пощады. Что я имею в этом в виду? Тем, что сейчас практика и обучающее видео объединяться в практике не будет, потому что я буду использовать только то оборудование, которое у меня существует, которым я пользуюсь в своей повседневной практике. И поэтому это все объединяется. То есть, если раньше мы делали скидку на то, что не каждый имеет то, не каждый имеет состояние купить это, то сейчас мы, дорогие друзья, с вами подходим к вершине, устоим у горы, скажем так, у подножия этой вершины, но тем не менее, необходимо приобретать уже профессиональное оборудование и ставить такие цены за вашу работу, чтобы это окупалось. То есть, игры с фонариками остались позади. Я вам покажу, например, вот этот прибор. Это стекловолокновые, такие точечные. Называется холодный свет. Точечные источники. Точечные источники света, хорошо сказал. То есть, которые помогают мне снимать вот такие маленькие, вернее, такие круглые абсолютно кабошоны или вот такие кольца. То есть, делают блики. Такой прибор стоит порядка 2000. Я не предлагаю вам его покупать. Дело в том, что я заплатил за им 230 евро. Бывает на ebay случаи, когда человек, который продает, не знает, что он продает. Это тот случай. Я буду использовать тоже импульсный свет, ну, со своими насадками, со своими вспышками. То есть, тут уже, как я сказал, будет очень серьезно все. Следующее. Я буду давать после каждого нашего урока, я буду давать домашнее задание. И теперь я уже буду очень серьезно к этому домашнему заданию относиться. Не так, что можете делать, можете не делать. Я прошу вас делать. Причем делать так, не просто показать мне работу или другим работу, но и рассказать, как она сделана. То есть, провести такие маленькие мастер-классы или ворк-логи, как их называют в России. На нашем форуме ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте есть такое место. Ссылку я дам внизу, кто забыл. И там мы будем проводить этот конкурс. Но это даже не домашнее задание, но оно же и будет конкурсом, причем я проговорился конкурсом. Чтобы вас немножко мотивировать на это, я приготовил 12 своих книг, пусть 12 заданий, и каждый раз победитель будет получать от меня побоще мою книгу. Предметная фотография это легко. с моим автографом. Это, конечно, на немецком языке, но это как бы подарок, сувенир от автора, потому что эти экземпляры последние. Почти на последние. То есть, это скоро станет раритетом. Вы скажете, что ты, Эдуард, так раздобрился-то? А вы знаете, не то, чтобы я раздобрился, но действительно у человека должна быть мотивация какая-то, да? Я думаю, что это может вас мотивировать. Но самая главная мотивация это именно вот этот обмен опытом. То есть, особенно мы будем оценивать, оценивать мы будем все. Я попрошу Павла, чтобы он подготовил там, наверное, в конце концов всегда можно что-то придумать, чтобы провести оценку, то есть, за работу. И самая лучшая это работа, самая, скажем так, интересная, самая такая креативная, то есть, особо будет цениться, если человек сделал то же самое, что мы сделали вот с моим оборудованием, со своим оборудованием, и показал, как он это сделал. Вот это будет оцениваться креатив и желание делиться, а не то, чтобы я сфотографировал и показал, вот такой я молодец. Не это наша цель. Наша цель немножко другая, я ее уже озвучил. Ну и последнее, я должен сейчас поторопиться, ко мне сейчас приедут заказчики, неожиданно, совершенно неожиданно, во время записи позвонили, я вынужден прервать, и они уже в пути едут, везут какие-то галстуки, им срочно надо снять. Ну, так всегда бывает. А перед тем, как попрощаться, я скажу еще небольшую новость, то есть, не удивляйтесь, если вдруг подписчики, да, мои, вас уже свыше трех тысяч, три с половиной тысячи, вдруг увидят, что у Эдуарда появилось новое видео, побегут смотреть, а там вдруг ничего общего, ни с фотографией, ни даже с Тим Панком. Почему? А потому, что во время наших видео вы уже видели, что иногда тут бегает такой рыжий такой красивый пес, его зовут Ричард, и так как он у меня и помощник фотографии, и отличный стимпанковец, то я думаю, что он очень подходит к моему, к нашему блогу, то есть, ну, мы вообще-то не только фотографы, там, мастера, мастерицы, да, мы еще люди, у которых есть домашние животные, которые любят животных, и были бы не против посмотреть, и я решил все видео, которые у меня где-то в запасниках все лежат, собрать их в одно и сделать для Ричарда небольшую полочку, куда бы я его видео поместил, это будет такая просто, скажем так, рубрика для души, я потом более ее подробно озвучил, когда я уже соберусь, а на сегодня наша вводная закончена, я помню, что за нами еще должок по поводу часов, я не забыл, и мы сделаем это последнюю практику, то есть мы сделаем практику и покажем, как мы снимаем часы, договорились? Ну вот, а теперь фирма Петерсон и я, Идоват Петер, мы прощаемся с вами, всего вам доброго, до новых встреч, пока! Пока!